Пушкин написал здесь Бориса Годунова, часть Евгения Онегина, графа Нулина и много стихотворений. А что интересно делает в этих местах вот эта странная компания. Режиссер Ираклик Верикадзе рисует обнаженную модель. Писатель Александр Генис учит собирать грибы. Режиссер Алексей Герман развлекает обедающих своими воспоминаниями. Корова с удивлением наблюдает, как фотографируют, одетых в модную одежду, филолога Романа Лейбова и меня, Владимира Попернова. Лев Рубинштейн читает странные стихи. Писатель Сергей Болмут проводит семинар на тему, как создать собственное государство. Владелец модных московских клубов Дмитрий Борисов играет в «Камень, ножницы, бумага» с Леонидом Федоровым из группы «Аукцион». Режиссер Александр Митта читает доклад с романтическим названием «Русское кино в жопе». Журналист Виктор Шендерович танцует славянские танцы. Что все это значит? Российская редакция американского журнала «Эсквайр» решила провести эксперимент. Собрать 20 интересных с ее точки зрения людей, поселить их на неделю в заповеднике Пушкинские горы, записать все лекции, разговоры, концерты и семинары на магнитофон и посмотреть, нельзя ли из всего этого создать номер журнала. Гости съезжались с разных континентов. Александр Гиннис и я приехали из Америки. Роман Лейбов из Эстонии, Сергей Болмот из Германии, Ираклий Кверикадзе гражданин США, но постоянного места жительства у него нет. Я попросил двух заграничных участников встречи, Сергея и Ираклия, рассказать о своей жизни. Сергей окончил Мухинское училище в Петербурге и эмигрировал в Германию в 98-м году. Там он написал роман-бестселлер «Сами по себе», переведенный на многие языки. Какое впечатление производит Россия после многолетней разлуки? Многие друзья приезжали из Москвы и говорили, там что-то невероятное творится, это Нью-Йорк, небоскребы, какие-то миллионеры на улицах, немысливые машины, какие-то сказки, по-моему, что. Выяснилось, что это вполне обычный город. Но европейский все-таки, да? Ну, там очень чувствуется, конечно, присутствие огромного континента за спиной. А какое было первое впечатление от Германии? Мне казалось, что я приехал из страны, в которой происходит революция, в которой происходит невиданное культурное и экономическое развитие, что она двигается со страшной скоростью к какому-то светлому будешь, до отъезда мне так казалось. А когда я приехал в Германию, я понял, Петербург в этом смысле, это кладбище, это музей, там ничего не происходит. Я понял, что я всю жизнь стоял на месте, я просто никуда не двигался никогда. И то, что требуется, это, в общем, серьезнейшая отдача и активность, о которой я не имел никакого представления. Я знаю, что вы собираетесь переезжать из Германии на Майорку. Почему? В Европе чудовищный антиамериканизм, чудовищный, просто эпидемический. Заражены все. Германия, вообще-то, это центр, видимо, этого антиамериканизма. И с немцами стало в какой-то момент очень трудно просто разговаривать. Со многими я просто сам по собственной инициативе остался. А некоторые другие просто исчезли постепенно из круга общения. И я должен сказать, что вот этот идеологический барьер, он практически непреодолимый. Я не знаю ни одного человека немецкого, с которым я мог бы найти общий язык по этому поводу. Ни одного вообще. Ираклий Кверикадзе снял фильмы «Пловец», «Кувшин», «Товарищ Сталин едет в Африку», был сценаристом фильмов «Лунный папа», «Тысяча один рецепт из меню влюбленного повара» и многих других. Ираклий, ты грузинский режиссер, американский гражданин, но не живешь ни в Грузии, ни в Америке. Кто ты? Что я могу сказать? Я действительно не знаю, кто я, где я. Сейчас мы в прекрасном месте, в Пушкинском заповеднике. И я графоман, я бесконечно много пишу. Я знаю, что я грузин, но в то же время последние 20 лет во мне столько всего наслоилось, значит, все во мне вот как-то аккумулировалось. Я живу, с одной стороны, очень трудно, но в то же время очень счастливо, я бы так сказал. И хотелось бы, чтобы вот эта пора хаотичная, вот такая, такой хаос бы, продолжал бы существовать как можно подольше. Расскажи, как ты сдавал экзамен на американское гражданство? Так получилось, что я пошел с переводчиком, с одной замечательной армянской девушкой, Пышногрудой. А когда принимающий вот этот экзамен, черный человек, значит, афроамериканец, увидел ее Пышный Бьюст и увидел меня, какую-то мою внешность, и решил, что не может быть, чтобы этот человек не умел говорить по-английски. Он стал ей доказывать, что он, в смысле я, я замечательно это самое знаю английский. Теперь он сам себя поставил в ситуацию, где он должен ей доказывать, что я замечательно говорю по-английски, хотя бы настолько, что у нас может состояться диалог. Что-то такое меня спросил, о чем я его не понимаю. Я сказал, I'm sorry, I don't understand. И тогда он встал и стал изображать. Он раскрыл руки и стал на бреющем полете, значит, как-то воя, показывает мне, что он самолет, и что он несет бомбы, и он бомбит. И что-то меня спрашивает, я еще более растерялся. Он встал в своей маленькой комнатке, но чуть ли не навскочил на свой стол, чтобы показать мне, что он какая-то вражеская авиация. Оказывается, он меня спрашивает, что если наступит война, и на Америку нападет враг. Буду ли я на стороне Америки воевать, понимаешь? Особенно, если в Грузии, например. И это в моей тупой голове не умещалось, понимаешь? И он раза четыре прокружился пикирующим бомбардировщиком, бросал бомбы. И потом на четвертом витке его окружений самолетных вокруг нас значит, навело меня, я закричал, оу, ес, сказал я. И он чуть ли в обятия не бросился. Собранные редакцией гости, люди разных поколений, разных профессий, живущие в разных странах, оказались связанными многими нитями. Редактор Маша Лепкович оказалась родственницей Льва Копелева, который когда-то переправлял на Запад рукопись моей книги. Бабушка и дедушка биолога Ивана Затевахина, как выяснилось, учились вместе с моими родителями. Маме редактора Филиппа Дзитко я когда-то посвящал стихи. Я не знаю, удастся ли редакции «Эсквайра» создать из всей этой вакханалии номер журнала, но мы, подопытные кролики этого эксперимента, провели удивительную неделю. Редактор субтитров А.Семкин